рада приветствовать вас на своем канале в сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную модельку носочков которая у меня рассчитана на годик-два она плавно переходит посмотрите с резиночки с верхней стороны тоже у меня резиночка с нижней лицевая гладь благодаря чему хорошо облегает ножку ребенку я вязала на высокой резинке тоже опять же таки хорошо садится не сползает с ноги и вязала на длину стопы 11 сантиметров вы можете варьировать длину стопы на свое усмотрение то есть у меня носочки рассчитаны на 19 20 размер вы можете варьировать до 23 при вывязывании от пяточки до начала убавления для мыска вот здесь вот варьируете и вяжите длиннее ширина при наборе этой достаточно для того чтобы остаться скажем так в ней просто связать длиннее соответственно получится размер больше у меня длина стопы у ребенка 11 сантиметров поэтому я связала на 11 сантиметров вы можете связать на 13 на 15 и так далее то есть насколько вам нужно опять же таки здесь высоту резинки вы также сами фиксируете для себя какую вам нужно для того чтобы хорошо носочек ложился на ножку очень мало затратно по времени и очень мало затрагивается затрачивается ниточек вот конечно же кому понравилось давайте приступим и свяжем с вами вместе не забудьте лайкнуть для вязания нам понадобится пряжа я буду использовать как вы видите остаточки пряжи здесь пряжи у меня немного но этого достаточно для того чтобы связать две пары носочков то есть приблизительно вот так уйдет на каждый из носочков может даже немножечко меньше пряжа это у меня остатки фирмы valensia серия называется австралия в 100 граммах 300 метров как я уже повторилась полушерсть я буду вязать демисезонные носочки не слишком теплые поэтому если вы будете вязать тепленькие то постарайтесь чтобы максимально входило в состав больше шерсти либо же чистая шерсть но чаще всего на носки я рекомендую использовать все-таки с некоторым составом синтетических волокон для того чтобы была высокая односостойкость носочка ну то есть чтобы меньше кошлатились при стирке меньше садились либо растягивались вот поэтому обязательно используйте полушерсть для вязания данных носочков я буду использовать под эту пряжу спицы чулочные номер три также нам понадобится крючок и ножнички для начала вязания носочком нам нужно набрать число петель кратное четырем это раппорт резинки 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные я буду набирать так как у меня тонкие спицы и тоненькие ниточки набирать буду 40 петель если к примеру у вас спицы и пряжа толще то 40 петель вам будет много это подростковый уже будет либо женский размер вот вы уже наберете либо 32 либо 36 то есть самое главное чтобы делилось на 4 плюс одну петлю нам нужно набрать лишнюю для того чтобы замкнуть вязание в круг начальные две петельки я как и прежде набираю на одну спицу затем представляю вторую и набираю еще последующие петельки для удобства я разделю общее количество петель на две спицы чтобы мне потом их удобнее было делить каждую из спиц еще на 2 вот так я набрала на две спицы теперь каждую из них я делю ровно пополам пока я делю визуально пополам но затем при вязании первого ряда я уже распределю для удобства петельки как мне будет скажем так удобнее вязать по ходу работы и так мы разделили на 4 спицы общее количество петель и теперь мы что делаем мы замыкаем вязание в круг обратите внимание что я держу спицы не перекрученными петлями для того чтобы не пошло вязание восьмеркой вот таким вот образом и красивая косичкой наборочного края наверх я переношу краю вот эти петельки с одной и с другой стороны далее вот они набранные начальные две петли которые я набирала на одну спицу их видите очень хорошо видно и они не растянутые переношу первую набранную петлю к последней далее последнюю перекидываю на первую и спускаю полностью с работы эту последнюю лишнюю петлю она у меня оказывается между первой и второй набранной петелькой затем я возвращаю обратно эту петлю ко второй далее подтягиваю коротенький хвостик ниточки на себя рабочую нить от себя затем отправляю коротенький хвостик к рабочей нити и первые несколько петель я провяжу вместе за две нити для того чтобы завязать краешек ниточки начальный ряд вы спросите будет немножечко посвистывать спис спицы по столу и так распределяем резиночку 2 на 2 первую вяжем лицевую вторую вяжем лицевую далее изнаночная изнаночная бросаю коротенький хвостик чтобы он мне не мешал и дальше продолжаю чередовать две лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и на следующие спицы переношу провязываю 2 изнаночные и так поочередно я провяжу на каждой спице 2 лицевые 2 изнаночные чередуя до конца ряда то есть до конца четвертой спицы первый ряд до конца провязан теперь вот этот хвостик который мы с вами завязали я отправляю в начало ряда как это делать смотрите вы просто перекидываете снизу под работой и вперед отправляете хвостик вот так то есть вот это у нас будет начало ряда между первой и четвертой спицей далее я продолжаю вязать каждый последующий ряд точно так же как вязала по распределению 2 лицевые 2 изнаночные причем лицевые я буду вязать за передние полу петельки обратите внимание задние я буду захватывать на изнаночных петель и петельках вот так смотрите изнаночная изнаночная лицевая лицевая изнаночная за дальние полу петельки лицевая за передние полу петельки если вы будете вязать таким образом как я то с лицевой с изнаночной стороны у вас красивой косичкой будут ложиться петельки вот так подтягиваем еще раз коротенький хвостик и так продолжаем вязать до нужной ширины так как у меня носочек состоит максимально из резиночки 2 на 2 то я буду вязать высокий носочек мне нравится когда у ребенку ребенка по ноге ложится он аккуратно и может я под этот носочек смогу поддеть к примеру тоненький носок если мне захочется либо же допустим это человечек дома если он будет носить то я смогу эти вязаные носочки одеть сверху на ножки человечка и так я буду вязать широкую резинку где-то сантиметров 10 вы же смотрите вы можете связать ее не сильно широкой если хотите более такой низенький носочек чередуем 2 лицевые 2 изнаночные до нужной ширины и так вот я связала 10 сантиметров у меня вместилось 35 рядов теперь я приступаю к вывязыванию резинки для того чтобы нам вывязывать резиночку я предлагаю вам в начале ряда у нас идет 2 лицевые к ним перекинуть с конца ряда одну изнаночную для чего я это делаю так как у нас сейчас будет вязание делиться пополам на пяточку и переднюю часть я хочу чтобы равномерно красиво у нас пошло ровно петель на пяточку и ровно петель и чик на вывязывание высоты стопы скажем верхней части и точно так же с другой стороны я перекину одну изнаночную на другую получается спицу то есть у нас как бы идет деление 2 изнаночные крайние на перед и 2 изнаночные на пяточку при этом у нас как на пяточку так и на перед будет оставаться по 2 спицы из 10 петель теперь вот она наше начало ряда мы приступаем к вывязыванию пяточки на пятку я предлагаю вам перейти лицевой гладью то есть над изнаночной мы вяжем лицевую над лицевыми мы вяжем также лицевые то есть все полностью петельки мы переходим на вывязывание лицевых изнаночные я вяжу лицевыми задание полу петельки лицевые над лицевыми за передние полу петельки это для того чтобы красиво развернуть петельки как бы чтобы вот ложилась красивой косичкой обратите внимание наше вязание и первую вторую спицу я провязываю на общую одну рабочую спицу то есть пока можете пятую спицу отложить сторону провязываем полностью все 20 петель на одну спицу лицевыми петлями и так первый ряд провязан закончили мы над изнаночной вязать последние лицевую и не довязываем следующие спицы разворачиваем на изнаночную сторону и все 20 петель мы должны провязать изнаночными петлями то есть это у нас изнаночная сторона изнаночными петлями первую я снимаю не провязывая то есть как кромочную далее все последующие петли я провязываю изнаночными это у нас второй ряд далее 3 5 7 9 и 11 ряд лицевой мы провязываем одинаково первую петлю снимаем как кромочную не провязываем и вяжем все остальные петельки лицевые а 2 4 6 8 10 и 12 изнаночные ряды первую кромочную снимаем и вяжем все петельки изнаночные то есть вот такими поворотными рядами представьте что вяжете просто обычный шарфик вот нам вот такой шарфик лицевой гладью нужно связать в 12 ряд очков сейчас мы начали с вами третий ряд вязать и самостоятельно довяжите еще 9 рядов мы с вами связали таким образом высоту носка то есть глубину носка для вязания второй пары этому носочку я предлагаю вам взять в те петли которые мы оставили для передней части то есть на 3 4 спицы для того чтобы вот этот переход с ряда на ряд был у вас внутренней стороны это как бы мы сейчас получается вяжем с вами правый носочек а вы будете вязать левый на вот этих двух спицах но все то же самое делать теперь после того как мы вывязали высоту пяточки мы будем вывязывать непосредственно пятку для этого делим общее количество петель на три части так как 20 на 3 не делится и чаще всего центральную часть я делаю более шире чем боковые то получается ближайшее число это 6 6 у 3 18 и 2 петли мы оставим по центру то есть получается у нас 6 петель 8 на второй части и на 3 6 соответственно провязываем первые пять петель кромочную снимаем это 1 далее 2 лицевая 3 лицевая 4 и 5 6 петлю первой части и первую петлю 2 части то есть получается 6 7 петлю мы поворачиваем дальними полу петельками вперед и провязываем теперь уже за передние полу петельки вместе одной лицевой то есть мы получается с вами связали последнюю петлю первой части и первую петлю второй части вместе одной лицевой я повернула для того чтобы вот как косичка шла красиво по рисунку так и шла можете просто провязать 2 вместе лицевой это не имеет значения теперь отсчитываем вторую часть это первую петлю мы с вами провязали убавление далее 2 лицевая 3 4 5 6 7 и 8 петля мы провязываем вместе с первой петлей 3 части 8 петля и здесь осталось 5 петель то есть шестую и восьмую петлю мы провязали вместе шестую с конца то есть мы с вами убавили здесь с первой петлей провязали вместе одну петлю лицевую и с третьей частью в конце провязали вместе одну петлю не довязываем оставшиеся 5 петель поворачиваем на изнаночную сторону первую петлю вот это убавление которое мы делали снимаем далее это у нас первая петля вторую провязываем изнаночную третью петлю четвертую изнаночную пятую шестую седьмую а восьмую петлю провязываем вместе с ближайшей вот с этой части получается с левой вместе одной изнаночной остается 4 петли не довязываем их до конца далее снова разворачиваем на лицевую сторону и первую снимаем петлю она у нас получается убавление вы ее ни с чем здесь не провязываете отсчитываем первая петля лицевая далее вторая петля лицевая провязываем 3 4 5 6 7 а восьмую петлю провязываем вместе с крайней с левой спицы вот так далее 4 петли не провязываем поворачиваем на изнаночную сторону то есть смотрите боковые петли у нас уменьшаются от центральные восемь как были так и есть первая изнаночная мы ее снимаем далее провязываем вторую третью четвертую пятую шестую и седьмую изнаночную а восьмую петлю провязываем вместе с боковой ближайшей петлей 3 петли не довязываем разворачиваем на лицевую сторону снова первую снимаем не провязанной далее провязываем еще 6 петель 3 4 5 6 7 вместе с первой снятой вот они 6 лицевых и далее восьмую петлю мы провязываем вместе с боковой петлей 1 лицевой то есть мы получается с боковых сторон убираем петельки вот что у нас должно получиться здесь убираем по одной и здесь снова не довязываем 3 петли разворачиваем на изнаночную сторону первую снимаем провязываем 6 лицевых ой 6 изнаночных с изнаночной стороны с лицевой это 6 лицевых и последнюю восьмую петлю провязываем вместе с ближайшей боковой петлей по рисунку то есть смотрите с изнаночной стороны делаем убавление изнаночными петлями с лицевой лицевыми первую снимаем не провязанной далее 6 лицевых с изнаночной стороны это было 6 изнаночных далее с восьмой петлей провязываем вместе одной лицевой с боковой петлей вот так далее снова поворачиваем первую снимаем не провязанной 6 изнаночных и восьмую петлю мы провязываем вместе с боковой вот так убавили петельку далее снова первую снимаем не провязанной далее 6 лицевых первую петлю мы сняли плюс 6 лицевых это 7 петель восьмую довязываем с последней петлей ближайшей с левой стороны вот так далее разворачиваем и у нас осталось 1 изнаночный и 1 лицевой ряд для того чтобы убрать полностью все петельки изнаночную сняли связали 6 изнаночных восьмую изнаночную мы провязываем с последней петлей у нас петелек уже не осталось с боковых сторон с одной стороны теперь снимаем первую лицевую довязываем 6 лицевых и последнюю петлю мы убираем с левой стороны вместе с восьмой петлей 1 лицевой вот так мы с вами вывязали пяточку она нас получается очень красивенькой и это такой самый поворотик для того чтобы вывязывать дальше длину носочка снизу это стопа сверху это верхняя часть но для этого нам нужно набрать петельки которые мы с вами здесь связали мы убрали с вами 6 петель поэтому нам нужно набрать эти шесть петель с боковых сторон если вы повернете боковой стороной вот у вас кромочные петли которые мы с вами снимали не провязанными 1 2 3 4 5 и 6 вот по этим кромочным 6 петлям так и набираем 6 петель первая петля со следующей кромочной 2 со следующей 3 со следующей 4 далее 5 и 6 я эту 6 для того чтобы здесь не было дырочки бывает иногда еще смотрю по вязанию и пропуская сквозь вот эту изнаночную петлю сейчас я вам покажу как я это делаю вот смотрите у нас последняя вот изнаночная петля была на пяточки я ее одеваю на спицу вместе с петлей только что как бы получается которую набрали и перекидываю ту изнаночную на эту петлю сейчас еще раз покажу вам изнаночную накинули далее эту петлю только что поддетую и на нее перекидываем изнаночную возвращаем и получается у нас продетая петля не только через кромочную но еще и через изнаночную и вот здесь при переходе с пяточки на вывязывание стопы не будет дырки обычно в этом уголочке у многих я обратила внимание дырочки вот чтобы этой дырочки не было пропускайте через еще боковую петлю как раз таки на углу далее берем следующую спицу и провязываем верхние две спицы которые мы оставляли которые в пяточку у нас не входили по рисунку то есть у нас идет изнаночная лицевые 2 2 изнаночные 2 лицевые и так далее пока не дойдете до изнаночной петли с другой стороны 2 спицы вот 2 лицевые далее я меняю спицу на следующую у меня начинается с двух изнаночных далее две лицевые 2 изнаночные 2 лицевые и изнаночные мы дошли до второй стороны пяточки и с этой стороны мы также как вы помните убрали 6 петель то есть было 668 здесь точно так же я все повторю смотрите вот она у нас изнаночная первая с пяточки и вот она первая у нас как бы кромочная с которых все началось вот она вот я подхватывая и кромочную и изнаночные продеваю сквозь нее первую петлю набираю вот так здесь конечно удобнее было бы это сделать крючком вот можно в принципе и спицы подхватить вот как бы я получается продеваю и сквозь изнаночную и сквозь ухты я все-таки пожалуй возьму крючок чтобы вам показать удобнее было смотрите вот она идет у нас изнаночная первая петля на пяточки и вот она первая кромочная и сквозь эту кромочную и изнаночную я возьму первую петлю переодену ее на спицы сейчас и подтяну хорошо опять же таки я повторюсь это для того чтобы не было у нас дырочек в углу при переходе с пяточки на носочек вот смотрите какая у меня получилось аккуратная и красивая петелька это первая петля далее я подхватываю со следующей кромочной вторую петельку со следующей третью со следующей четвертую далее пятую и шестую все у меня кромочные петли здесь закончились я просто довязываю 4 петли с первой спицы 3 4 с той спицы на которой у нас было 8 петель центральных и сейчас если вы пересчитаете у вас на каждая из спиц должно получиться по 10 петель теперь смотрите какая концепция мы сейчас с вами связали пяточку и переходим на вывязывание вот этой длины носочка здесь вы уже варьируете сами какую длину вам нужно допустим мне нужен носочек 11 сантиметров соответственно начиная с вот этого скажем так края мне нужно провязать такое количество рядочков чтобы получилось где-то минус один сантиметр для убавления может даже один сантиметр и 2 где-то приблизительно миллиметра вот то есть в общей сумме где-то ну к примеру 11 минус полтора сантиметра это у нас девять с половиной вот то есть чтобы от края девять с половиной у меня провязано было сантиметров и затем нам нужно будет вывязать мысочек и убавить петельки вы уже смотрите сами как вам удобно но я так и продолжу петли пяточки то есть вот эту и вот эту спицу провязывать лицевыми лицевой гладью а вот эти две спицы я буду так и дальше провязывать резиночкой 2 на 2 причем обратите внимание что у нас резинка начинается и заканчивается с одной изнаночной вот она изнаночная и с другой стороны вот она изнаночная то здесь у нас будет по одной изнаночной все остальное у нас будет резинкой 2 на 2 и при вывязывании первого ряда после набора петель по боковым частям я сейчас вам покажу как я вывязываю обычно первый ряд для того чтобы вам красивенько и аккуратно перейти на вязание непосредственно длины мы провязали 4 первые петли из 8 помните центральных затем у нас идут наборочные петли по бокам я провязываю скрещенными то есть смотрите за дальние полупетельки чтобы они у нас получались скрещенными лицевыми почему именно скрещенными для того чтобы не получалось дырочки смотрите если вы провяжите обычным способом вот она дырка сразу она кидается в глаза вот чтобы ее не было провязываем за дальние полупетельки вот за дальние провязываем все шесть только что набранных петель у вас сейчас спица немножечко мелькают прошу прощения вот смотрите когда провязали 6 за скрещенные петельки у нас не будет дырочки переходим к петлям которые вяжутся резинкой 2 на 2 и начинаем вывязывать по рисунку над изнаночная изнаночная далее 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и так далее заканчиваем изнаночной с другой стороны петли набранные по пяточке высоте 6 петель я также провяжу скрещенными лицевыми в 10 сантиметров у меня вместилось 22 ряда и последний 23 ряд я предлагаю вам связать лицевыми петельками там где у нас узор резинки 2 на 2 и нижняя часть стопы это нам нужно для того чтобы удобно было сейчас делать начинать убавление для мыска соответственно если вы вяжете размерчик побольше то продолжаете вязать по рисунку вот и затем просто последний ряд провяжите лицевыми петлями это подходит ну к примеру для размера побольше где-то на сантиметр на 2 вот я думаю что здесь запаса ширины достаточно сейчас начинаем делать убавление с начала ряда вот она наша ниточка начало конец ряда и убавление и делаю следующим образом смотрите если делаете размер побольше на допустим на сантиметр либо полтора то можете просто чередовать ряд с убавлениями ряд без я буду в каждом ряду делать убавление в начале спицы и в конце в начале спицы мы провязываем вот таким вот образом за передние полу петельки вместе лицевыми и до двух последних петель на этой же спице две последние петли на каждой спице я буду каждый раз поворачивать дальними полупетлями вперед и провязывать теперь уже за дальние полу петельки для чего я это делаю смотрите в начале спицы я делаю убавление с наклоном вправо в конце спицы с наклоном влево и так на каждой спице я буду убавлять пока не закончится петли на них смотрите то есть вначале мы убавление делаем хорошо затягиваем далее средние петельки я провязываю лицевыми до двух последних петель в конце спицы последние конце петельки я поворачиваю дальними полу петлями вперед и теперь уже задание полу петельки провязываем вместе 1 лицевой вот так снова под затянула приступила к следующим к следующим и так далее то есть в начале провязываем 2 вместе конце 2 вместе но опять же таки поворачивая петельки не забывайте в начале вот эти убавления хорошо подтягивать для того чтобы не было промежутка между последней петелькой провязанной на предыдущие спицы и на этой спице то есть чтобы здесь не было растянутых петель когда мы убавим до тех пор когда у нас останется всего лишь две петли то есть последние две пары провяжем подряд то я переношу вот эти восемь петель на рабочую нить вот так вот когда приснимаете если делаете точно так же как я придерживайте петельки чтобы они не спустились но лучше так резко не снимать продеваем сквозь две петельки ближайшие рабочую нить затем следующая спица ну то есть получается я поочередно сначала первую убираю спицу затем вторую спицу убираю продеваю сквозь нее вот эти петли затем третью и четвертую то есть по часовой стрелке как бы я их вязала так я их и продеваю на рабочую нить если не уверены что точно так же спустите то лучше этого не делать а просто поочередно не спеша переодевать каждую петельку вот я как бы знаю как подтянуть поэтому не переживаю вот последнюю спицу я убираю продеваю сквозь нее рабочую нить у меня получилась вот такая петля которую я двигала теперь мы подтягиваем то хвостик который в руке то вот эту петлю на которую нанизывали все петельки то есть поочередно вы вытягиваете и тем самым стягиваете это отверстие вот эти восемь петель я никогда не довязывая а просто их аккуратненько подтягивая далее пропускаю сник сквозь последнюю петлю сквозь них рабочую нить 1 и 2 1 все теперь эту ниточку отрезаем вытаскиваем на изнаночную сторону и прячем хвостик закрепляем его с изнаночной стороны в принципе вот эти две воздушные петли достаточно не спешите никогда отрезать хвостика сначала померяйте если все подходит все отлично то тогда отрезаете вот второй носочек мы вяжем аналогичным образом вот этот хвостик я вытаскиваю на изнаночную сторону вот и обычно я его не отрезаю а стараюсь спрятать вот здесь вот по ходу того как ложатся петельки для того чтобы как бы зафиксировать его максимально ну чтобы он по ходу носки не вытаскивался у нас то есть смотрите я просто его вот она наша косичка лицевая с изнаночной стороны то есть это получается изнаночная петля с лицевой стороны и по ходу того как она ложится я прячу этот хвостик то есть вот в каждую в каждую петлю по ходу того как ложится буквально на несколько петелек вниз там на пять шесть насколько у меня хватает терпения спрятать этот хвостик у меня вот так вот он прячется там буквально на пару сантиметров можете его просто отрезать благодаря тем четырем провязанным четырем шести можно провязывать таким образом петельки он никуда и так не денется но я люблю еще наверняка поэтому я прячу его вот здесь отрезаю ниточку далее меряю носочек тоже отрезаю ниточку и вытаскивая на изнаночную сторону прячу хвостик второй носочек вяжем аналогичным образом единственный нюанс который я вам рассказывала это на пяточки то есть пяточку можно сделать симметрично с другой стороны вот переход он не слишком виден здесь поэтому в принципе можно его оставить и на одном и на втором носке с одной стороны я думаю что это не принципиально вот если у вас получилось понравилось не забудьте лайкнуть спасибо что оставались на моем канале всем хорошего настроения ровных петелек пока пока